Здравствуйте! Первый вопрос. Как в Одессе, в депутатский корпус, ваши коллеги приняли изменения, которые сегодня утвердили в Киеве? Вы знаете, мы ждали этих изменений. Мы думаем, что это позитивные изменения, очень нужные, давно назревшие. Безусловно, теперь предстоит большая работа, потому что принятие этой реформы – это только первый шаг, который сделали депутаты. В дальнейшем большая ответственность сложится и на премьер-министра лично, и на Кабмин, и на Министерство здравоохранения, и на Министерство финансов. И, конечно же, большая ответственность сложится на местную исполнительную власть. От того, как будет проводиться кадровая политика на местах, я имею в виду управленческую кадровую политику, от того, как будут руководители лечебных учреждений и притворять в жизнь эту реформу, от этого зависит ее результат. От этого зависит конечный результат, потому что очень много политических спекуляций вокруг этой реформы мы слышали и писали о том, что это геноцид. На самом деле, эта реформа позволит уничтожить рабское положение наших медиков, наших врачей, нашего медицинского персонала, медицинских сестер. И, конечно же, эта реформа направлена на пациента. Это очень правильно, потому что впервые пациент, государство пациенту действительно будет гарантировать бесплатный перечень базовых медицинских услуг. Что это такое, сможем остановить с вами подробно. Да, мы обязательно на этом остановимся, но когда вы говорите о политических спекуляциях, очень много материалов в средствах массовой информации, это киевские журналисты в основном, а восприятие, вот я немножко промониторил, что-то негативное, как раз слово геноцид, оно чаще всего употребляется. Приводятся конкретные цифры, когда говорится о перечне платных услуг, это операция, обследование, десятки, сотни тысяч гривен. Как реагировать на это? Знаете, реформа предполагает в 2018 году реформирование первичного звена. Что это значит? Это значит, что каждый житель Украины, каждый гражданин Украины сможет заключить и должен заключить договор с врачом, семейным врачом, с терапевтом, с педиатром. В дальнейшем он будет после заключения этого договора, договор это регистрируется в единой электронной базе, и государство гарантирует пациенту или же гражданину Украины базовый перечень медицинских услуг на первичном звене. Что это такое? Это бесплатные консультации, бесплатный вызов медицинского доктора или другого медицинского персонала, это оформление больничных листов. Самое важное это участие в программе «Доступные лики» по определенным нозологиям. Уже за полгода этого года эта программа себя оправдала, больше пяти миллионов рецептов было выписано, и в том числе она работает в Одессе и в Одесской области. Хотелось бы, чтобы, конечно, активнее она работала. Это опять же вопрос к нашим, возможно, департаментам городского и областного здравоохранения. Что касается дорогостоящих операций, значит, здесь тоже эта тема спекулируется, потому что уже заявлено о том, что все государство гарантирует оказание экстренной неотложной медицинской помощи. То есть первичной медицинской помощи – это семейный доктор, терапевт, педиатр в поликлинике, это неотложная экстренная медицинская помощь, которая будет оказываться на вторичном и третичном уровне, но это уже 2019-2020 годы. Кроме этого, родовспоможение и палиативная помощь, то, что сейчас в Украине вообще, палиативная помощь, по сути, просто не существует, и государство не оказывает эту услугу. Допустим, есть плановые операбельные вмешательства, когда человек готовится, сознательно собирает деньги, понимает, что это дорогостоящее, будет лечение, ну, есть всегда неожиданные приступы, допустим, аппендицита. Давайте самый простой пример. Ну, вот приступ аппендицита как раз относится к экстренной помощи, и эта помощь будет оказываться бесплатно. Одесса, городское здравоохранение, шагнуло вперед в этом вопросе. Я могу сказать с гордостью, что я как председатель комиссии инициировала этот вопрос. Спасибо депутатам, которые меня поддержали, и точно так спасибо нашему мэру. Одесса в этом году выделяет бюджетные средства городские, средства громады, на оплату медикаментов в учреждениях первые три дня в экстренных или в ургентных состояниях. В начале пилотный проект осуществлялся первые два месяца на базе первой одиннадцатой больницы. Сейчас мы приняли решение, и вот буквально, наверное, с первых чисел ноября сюда подключается еще десятая больница, инфекционная больница и две детские больницы. То есть на сегодняшний день, к концу этого года уже, когда государство еще не оказывает такую услугу в Одессе, любому человеку, который по скорой помощи в неотложенном состоянии будет доставлен в городскую больницу первые три дня болезни, такого этого неотложенного состояния, медикаменты будут выдаваться за счет средств городского бюджета. Вопрос о кадрах, о врачах. Может быть, города-миллионика Одессы это не так касается, как сел, районных центров, но, тем не менее, могут ли быть врачи уверены в завтрашнем дне, что завтра не придет руководитель и не скажет, прошла реформа, наша больница не нужна, ищите, где хотите себе работу, вы уже нам не понадобитесь. Вы знаете, такого положения, как наша больница не нужна, в принципе быть не должно. И опять же, это ответственность местной исполнительной власти. Да, возможно, больницы будут каким-то образом, не каким-то образом, они будут перепрофилироваться частично в интересах громады, исходя из той потребности, которая будет необходима в рамках единого госпитального округа. Опять же, возможно, какой-то части медицинских работников придется менять свою специализацию. Ну, еще раз говорю, возможно. Но тем врачам, тем медикам, которые являются профессионалами, которые занимаются самообучением, которые читают литературу, действительно, которые возможности для того, чтобы самосовершенствоваться сейчас безграничны. Это и возможности интернет, и телемедицины, и возможности стажировки в различных европейских странах, и абсолютно бесплатно. Тут главное желание самого медика. Не останавливаться на достигнутом, а постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и умения. Абсолютно согласен. Каждый человек, каждый профессионал должен развиваться. Но когда мы говорим о медике и об учителе, который должен развиваться, подразумевается, что все это делается не только для того, чтобы удовлетворить личные потребности в признании, в самообразовании, но и какое-то материальное стимулирование. Прокормить семью, достойный отдых. Безусловно. Так вот, именно с введением, с принятием этой медицинской реформы, так как это планируется, здесь большой, конечно, вопрос к Министерству финансов, потому что планируется это будет, пока это не страховая медицина, это деньги за счет тех налогов, которые платят налогоплательщики. Безусловно, врач будет получать больше. То есть мы создаем, государство создает возможности уничтожить врача. Сегодня врач поставлен в рабское состояние, понимаете? То есть рабская зависимость, ничтожная плата труда. Врач вынужден брать благодарность у пациента. Это неправильно, и так быть не должно. Человек должен достойно работать и получать за свой труд нормальные деньги. Поэтому с введением первого этапа медицинской реформы уже просчитано, сколько может получать в принципе врач, который будет обслуживать до 2000 пациентов. Сумма до 35 тысяч гривен в месяц может быть у врача. Зарплата от 20 до 35. Сегодняшний день это уже нормальная, адекватная оплата врача. В сельской местности врача первичного звена. По какой категории лиц, так или иначе имеющих отношение к сфере здравоохранения, может ударить эта реформа, которые, скажем так, негативно ее воспримут и не приживутся к новым правилам? Ну, чего греха доить? Мы знаем, что платят наши одесситы и жители, граждане Украины платят везде и за все, только переступая порог лечебного учреждения. Прежде всего, конечно, ударят по тем слоям медицины или медицинских работников, которые так или иначе участвуют в коррупционных схемах. Это благотворительные фонды, это различные тендерные закупки, это фармакологическая, фармацевтическая мафия, которая так или иначе, скажем, связана с верхушкой медицинской отрасли. Прекрасно всем известно, как закупаются медикаменты, к сожалению, там где-то закупаются за бюджетные деньги. То есть все те, кто привыкли не лечить, не оказывать помощь медикаментам, а присосавшиеся, присоседившиеся к процессу бюджетному финансированию здравоохранения, конечно, те очень недовольны. Ше лет 10 или 15, как минимум, говорится о фармакологической, фармацевтической мафии, но побороть эту структуру никак не получается. Неужели с внедрением изменений в медицине получится нанести удар по этим людям, которые в пик, скажем так, эпидемии, которые регулярно случаются, и не только говорят о гриппе, о других, о РВИ, но тем не менее люди, которые делают деньги практически из воздуха. Последние годы, десятилетия точно, они непобедимы пока что в нашей стране. Ну, из моих личных наблюдений, может, у вас есть другая информация. К сожалению, это ментальность. Наших людей и тех людей, которые работают в этой сфере. Тогда такой вопрос, вы представляете блок Петра Порошенко. Блок Петра Порошенко в парламенте в целом, в большинстве своем, поддержал изменения. Но были люди, которые категорически против высказались, в том числе люди, имеющие отношение, так или иначе, к медицине. Я имею в виду госпожу Богомолец. Есть ли у вас что ответить, может быть, заочно Ольге по этому вопросу? В чем Ольга, кстати, в основном не согласна с этим. С законом, если можно, вкратце. Ольга называет принятую реформу геноцидом против украинского народа. Вы знаете, я очень глубоко уважаю Ольгу. Я с ней лично знакома. Но что я могу сказать? Время покажет. Время покажет, кто прав. Я не буду комментировать, потому что, говорю, это человек, который заслуживает глубокого, большого моего личного уважения. Время покажет. Безусловно, невозможно и неправильно говорить о каких-то экспериментах. То есть я имею в виду время покажет. Все-таки позитивно оцениваю этот опыт. Я считаю, что при контроле, при должном контроле со стороны общественности, при стороны депутатского корпуса, я имею в виду на местах, значит, очень много зависит от местной исполнительной власти. Я уверена, что в Одессе нас ждут хорошие перемены. Наш губернатор, мед, медицинское образование, очень большое внимание медицине уделяет Геннадий Леонидович, наш мэр. Поэтому я не сомневаюсь, что в Одессе будет правильно. Уточняющий вопрос. Я услышал вашу позицию по поводу, скажем так, руководства области города. Но работа с сотрудниками, медицинскими работниками, довести до их ума, что немножко нужно будет по-другому как-то работать, менять подходы. Приходит пациент, а врач ему говорит, я не знаю, там идет какая-то реформа, меня не касается, я еще не усвоил. Такое ведь тоже может быть? Может быть. Но, опять же, здесь очень важна правильная кадровая политика. Потому что на сегодняшний день руководитель лечебного учреждения, он должен быть и врачом, безусловно, или хотя бы человеком, имеющим понятие, лучше имеющим медицинское образование, выше, безусловно, он должен быть менеджером, должен быть руководителем. Как-то к пациенту рацион повернут. Я бы еще об этом. Да, безусловно. Да. И поэтому я думаю, что у департаментов городского здравоохранения, областного здравоохранения есть над чем подумать, есть посмотреть на свою кадровую политику. И, возможно, нужно менять руководство отдельных лечебных учреждений. Это касается и поликлиник, и больниц. Для того, чтобы правильно проводилась политика государственная в сфере здравоохранения. Спасибо, Татьяна. Мы еще не раз вернемся к этой теме. Будем смотреть, как реформа будет приживаться, и в том числе в следующем году. И ждем вас с поясняющей информацией, с некоторым ликбизмом. Спасибо. Приходите. Еще успехов в работе. Оставайтесь на репортере, берегите себя, не болейте, будьте здоровы. До новых встреч в эфире.